Послание Отца Абсолюта 10 июля 2021 года. Баланс души и ума. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего вчерашнего послания давайте рассмотрим теперь, в чем состоит разница восприятия субъективной реальности умом и душой человека. Поскольку свою субъективную реальность человек творит сам, у каждого она будет соответствовать его уровню сознания. И если взять за точку отсчета некую воображаемую шкалу с двумя крайними отметками ум и душа, то уровень сознания того или иного человека можно определить по тому, где находится оно в данный момент, ближе к отметке ум или душа. На самом деле уровень духовного развития человека определяется тем, насколько сбалансировано его сознание. В идеале оно должно находиться прямо посередине, удерживая в равновесии чашу весов между умом и душой. Перекос в ту или иную сторону влияет не только на общее состояние человека, но и на его субъективную реальность. Так человек, живущий исключительно умом, видит все вокруг себя плоским, одномерным, а человек, больше живущий душой, более выпуклым, многомерным. И сейчас я объясню более подробно, что я имею в виду под этими выражениями. Плоское умственное восприятие позволяет человеку видеть только внешнее проявление действительности, то, что лежит на поверхности. Он все воспринимает буквально, даже не задумываясь о том, что за словами и поступками другого человека может что-то скрываться. А если задумывается над этим, то судит исключительно по себе. Он живет в том самом иллюзорном мире, о котором мы уже так много говорили. И в этом мире уже все расписано в соответствии с определенными шаблонами мышления и поведения. Человек, живущий умом, не в состоянии выйти за рамки этих общепринятых шаблонов именно в силу своего плоского мышления. Причем такие люди могут быть очень образованными, начитанными, эрудированными, воспитанными. Но без участия в их жизни души они остаются запертыми в иллюзии трехмерного мира, поскольку все их познания зиждутся на общепринятых нормах и чужом восприятии мира. Именно этим людям очень свойственно преклонение перед авторитетами во всех областях жизни. Своего собственного мнения, как правило, у них нет, поскольку оно может появиться лишь тогда, когда в игру вступает душа, хранящая в себе мудрость веков и связь с Творцом. Душа, в отличие от ума, видит все изнутри, поскольку руководит ее интуиция, ее природный дар, ее божественная суть. Она умеет читать между строк и видит всю глубину происходящих событий и истинные мотивы поведения людей. Поэтому люди, живущие умом и люди, живущие душой, на одно и то же событие могут смотреть совершенно разными глазами. А значит, у каждого из них будет своя собственная, субъективная реальность, даже если находятся они в одинаковых обстоятельствах. Именно это и наблюдаете вы сейчас повсеместно, родные мои. Ум человека с трехмерным сознанием пытается приспособиться к новым условиям жизни и ищет практические решения выхода из неприятной ситуации, сложившейся сейчас на Земле. Для человека же духовного все происходящее кажется настолько абсурдным и неприемлемым, что ему хочется убежать от этой страшной реальности, спрятать голову в песок, чтобы не видеть и не слышать этого разгола темных сил на Земле. И если первый принимает все происходящее за чистую монету, то второй понимает, кто и зачем создал этот сюрреалистический, на первый взгляд, спектакль, но на самом деле четко продуманный план по порабощению человечества. И для таких людей очень важно в этот судьбоносный для вашей планеты момент соединить мудрость своей души с сознанием своего ума реалий трехмерного мира, чтобы включиться в процесс очищения Земли от сил тьмы и довести этот процесс до победного конца. И в следующий раз мы остановимся на этом более подробно. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.